Значит ты, дорогой друг, сейчас смотришь это видео и тебе очень интересно узнать, сколько же денег, денежек, бабосиков можно заработать 3Dшнику на своих базовых 3D умениях и моделях, которые 3Dшник вообще может сделать. Сегодня я хочу рассказать вам, как с помощью 3D графики можно заработать 2400 за 1 час. Вот заказ, создание 3D модели, ее визуализация, как вы видите, срок исполнения стоит 5 дней, это на тот случай, если заказов много и некогда выполнять такие заказы. Ну, заказ выполняется за 1 час. Как можете видеть, заказ уже выполнен, деньги 2400 получены и работа загружена в портфолио. Давайте посмотрим, как начиналась работа над заказом и как она выполнялась. Значит, вот смотрите, заказчик видеопортфолио обращается ко мне с просьбой. Добрый день, здравствуйте, наша компания ищет дизайнера для создания 3D моделей косметики. Крема, тоники, мицеллярки, феврале запустим пенки и так далее. На данный момент очень актуально создание четкой и хорошо читаемой 3D модели банки с кремом. Вариант, который есть сейчас, нас не устраивает. Можете сделать более четкой этикетку и саму картинку. То есть, вот надо сделать и дизайнеры, 2D дизайнеры, которые в данном случае выполняют этикетку. Не совсем профессиональные, скажем так. Баночку, которая сделана в фотошопе. И цвета не устраивают тем, что мало контрастности. Белое на желтом очень сложно читается. И, естественно, заказчику это не нравится. Поэтому он ищет дизайнера, который может выполнить четкую этикетку в современном стиле. С учетом той моды, которая на сегодняшний день присутствует на рынке косметики. Я отвечаю, что могу сделать, если у вас есть векторный формат этикетки, то цена будет 1500 рублей. Если такого у вас нет, то создание этикетки еще плюс 1500 рублей. Итого весь заказ обойдется в 3000 рублей. Почему цена заказа 2400 рублей? Потому что 20% забирает сервис фриланса. Поэтому покупатель платит 3000, исполнитель получает 2400. То есть 600 рублей уходит фрилансу. Дальше смотрим. Что просит заказчик? Вы сможете этикетку изменить, сделать следующее. Сам текст на этикетке более крупный, возможно, не белого цвета. Так как нужен более читаемый и четкий. Вертикальный текст сделать либо более читаемый, крупный, а лучше развернуть его горизонтально и увеличить. Убрать с этикетки все незаметные элементы дизайна, волны, полупрозрачные улитки. А добавить что-то одно, например, улитку, но более четкую. Ракурс этикетки на банке немного развернуть, чтобы текст был посередине. И, возможно, фон саму банку сделать белую или даже серую для уменьшения прозрачности и лучшего видения этикетки. В целом, задача такова. Сделать читаемую этикетку. Можно изменить дизайн для достижения данных целей. Но общий стиль, чтобы был узнаваемый. И предоставляет материалы по этикетке. И пишет, что вот случайно отклонил мое предложение. Сегодня обсудит с руководством и напишет. И вот заказчик согласовался со своим руководством и создает новый заказ. Вот здесь мы видим, что покупатель создал доказ. И если информации недостаточно, напишите. Я приступаю к работе. Сейчас мы посмотрим, как проходила работа над этим заказом. Прежде чем начать работу над исправлением этикетки для крема, мы давайте посмотрим, какие тенденции сегодня существуют по оформлению вообще дневных кремов. Набираем дневной крем для лица и смотрим, что у нас сейчас на рынке, какое оформление баночек популярно. Откроем картинки. И мы видим, что на светлых дневных кремах достаточно контрастный темно-коричневый темный читаемый шрифт. То есть оформление достаточно аскетичное, читаемое и достаточно контрастное. То есть на сегодняшний день это тренд, который преобладает именно на дорогих и успешных компаниях. То есть вот примерно в таком стиле мы и будем работать. Переходим по ссылке на материалы, этикетки, которые предоставляет нам заказчик в формате pdf. Здесь я посмотрел, а и EPS пустые файлы, этикетка оказалась в формате pdf. Скачиваем ее, сохраняем ее в папку. И вот мы открываем эту этикетку, которую скачали с помощью доп. иллюстратора. Выделяем нашу этикетку. Переходим в монтажную область и копируем монтажную область. Таким образом у нас сразу получаются две этикетки. Переходим, выделяем все, что у нас в этой монтажной области и удаляем. Чтобы особенно не заморачиваться и выполнить пожелание заказчика сохранить стиль, мы не будем кардинально менять весь дизайн. Мы возьмем все те элементы, которые уже присутствуют и просто их исправим. И сделаем более читабельными и более в современном дизайне. Для этого мы выделяем текст. И копируем его на новую этикетку. И меняем ему цвет на контрастно-коричневый. То же самое мы делаем с заголовком. И переносим его сюда и увеличиваем. Изменяем на более контрастный и читаемый цвет. Далее мы переносим под него также витамин Е, оставляя его на том же самом месте. Следующим этапом мы поставим вот эти вот иконки для того, чтобы нам было понятно, куда нам нужно будет потом ставить улитку. Вот эту. Ну и как просит заказчик, мы, конечно, его развернем горизонтально. Вот таким образом. После этого мы заходим в Google и ищем картинку улитки. Забиваем улитку в поиск. И смотрим, что у нас тут и есть. Разные, интересные, такие красивые улитки. Ну, вот такая улиточка мне нравится. Я возьму ее за основу. Нарисованная как раз она подойдет наш стиль. Единственное, что я сделаю, это я уберу разноцветность и сделаю ее одноцветной. Я ее копирую, копирует картинку и, немножко видоизменив ее, вставляю на нашу новую этикетку. Вот таким образом она у нас будет выглядеть. Дальше мы берем логотип, изменяем его размер, делаем его более крупным, читабельным и вставляем тоже его в то место, которое у нас для него теперь тут осталось, убрав все вот эти линии ненужные, которые уже из, не знаю, наверное, из 80-х годов, наверное, моды такая. Было раньше делать такие линии в дизайне. Сейчас уже это никто не использует. И вставляем сюда увлажнение, питание, защита. Несмотря на то, что она чуть-чуть у нас может быть поменьше, но за счет того, что у нас контрастный цвет и ничего лишнего нет, она читабельная и смотрится ничем меньше, чем была на этикетке. Ну, вот таким образом мы сохраняем нашу этикетку в формате PNG. Как видите, на исправление этикетки у нас с вами ушло всего 10 минут. И мы таким образом за 10 минут заработали 1200 рублей. К модерированию баночки. Для того, чтобы нам сделать 3D-модель баночки для дневного крема и накинуть на этикетку, нам понадобится любой 3D-редактор. И не важно, какой. Это будет Maya, это будет Blender, это будет 3D Max. Я буду работать с Cinema 4D, потому что мне она больше нравится. У нее более практичный интерфейс на русском языке. И все необходимые моменты и даже более, чем в других программах. Здесь можно осуществить быстро и без всяких проблем. Но я еще раз повторяю, все те действия, которые я буду делать, они абсолютно так же делаются в любой другой 3D-программе, будь то Max, Blender или еще какой-то редактор другой. Итак, начнем. Для того, чтобы делать баночку стеклянную, я не вижу смысла заморачиваться и ее моделить, поскольку они все стандартные и они есть в библиотеке в материалах, поэтому никакого смысла ее моделить нет. Вот, заходим в библиотеку и видим, что вот здесь есть баночка. Вот эту баночку мы и выбираем. Убираем эту баночку, вот мы видим. Убираем из нее все лишнее, подгоняем ее под размер, выделяем то, что нам не нужно, удаляем всякие вот эти прибамбасы. Крышку удаляем, тоже нам не нужно. И все, и саму баночку мы просто делаем более плоско. Вот таким образом у нас получается наша стеклянная баночка. Для того, чтобы сделать внутри баночки нам крем, переходим в полигоны. Баночку конвертируем в полигоны. Заходим в вид сбоку. Делаем куб и отрезаем часть баночки. закидываем в баночку. Закидываем в него нашу баночку. Закидываем в нашу коп. И он нам отрезает все лишнее. Переводим его в редактируемый объект. Ставим ему единственный объект создать. Удаляем ненужные нулевые объекты. Выделяем полигоны. И в меню выделить мы берем заполнить выделенное. Так, а поскольку у нас это единая штука получилась, то сначала мы выделим циклическое выделение. разделим делито удалим. Теперь выделить заполнить выделенное выделяем наружное делаем делито. у нас остается внутреннее. Внутреннее мы выбираем инструмент закрыть отверстие полигона. Закрываем его крышкой. И таким образом мы получили наш крем. Теперь мы можем накинуть на крем наш белый материал и включить нашу баночку. дальше мы должны замоделировать листик под этикетку. Для этого мы создадим плейн и закинем на него нашу ПНГ картинку, которую мы сохранили. И вот такая прозрачная на полиэтилене этикетка у нас появится. Для того, чтобы наложить ее на баночку, мы должны создать сплайн радиусом такой же, как у нас баночка. Вот мы его создаем по нашей баночке. и включаем модификатор, который называется Вернуть сплайн. И наша этикетка сама ложится на баночку так, как нам и нужно. Вот и все. Осталось нам добавить плоскость, на которой будет стоять баночка, добавить нам фон, добавить нам цилиндр для крышки, выбрать цилиндр, отмасштабировать его по нашей баночке. Таким образом. Сделать ему фасочку. накинуть на нее материал. Все, крышечка готова. баночка у нас готова. Можем сделать предварительный рендер, посмотреть, как это все выглядит. Вполне себе презентабельно. И все. Остается нам настроить анимацию вращения, записать видео, и все. И работа готова. Можно сдавать ее заказчику. баночки Синал арест чейндж бэнт трю лар арест дэйн с пензи на кэссэйн а с его а и а га а га ба ба че на дэй таким образом на ваших глазах мы сделали баночку дизайн этикетки визуализации баночки за 20 минут. Почему я говорил что за час потому что у всех опыт разный и многие моменты я делаю уже на автомате если человек еще плохо ориентируется в инструментах то в любом случае за час такую баночку вполне можно замоделить сделать этикетку и завизуализировать и так всем хорошего настроения приглашаю в академию шаг и осваивайте 3D графику и зарабатывайте деньги